40 досмотровиков у нас здесь организовывают, досмотр граждан. Ну и, соответственно, находится сотрудник полиции постоянно в этом комплексе. Экскурсию по ЖД вокзалу начинают с зоны досмотра. Эти павильоны оборудовали к Олимпиаде. И вот уже пять лет они помогают обеспечивать безопасность сочинцев и гостей курорта. Такие же зоны досмотра есть на всех станциях, от Лазаревского до Олимпийского парка. Гости из МВД Беларуси удивляются. У них даже на самой большой станции в столице такого нет. Досмотров нет. Но вот самая крупная станция – Минспассажирский. На смену заступает 6-7 милиционеров. Службы безопасности нет. Дружинники помогают. Такие меры безопасности на сочинских вокзалах и в аэропорту обеспечены за большого числа пассажиров. Около 100 тысяч ежедневно. Курорт принимает более 200 крупных событий в год. Зона ответственности транспортной полиции – это 8 вокзалов, аэропорт и морской порт. Летом здесь курсируют 88 поездов дальнего следования и 25 пар электропоездов пригородного сообщения в сутки. Аэропорт принимает более 90 авиарейсов. Показываем наше взаимодействие с другими силовыми структурами, с сотрудниками РЖД в плане обеспечения порядка, организации досмотровых мероприятий. Мы являемся, наш город Сочи является лидером в данном направлении. Мы имеем возможность организовать стопроцентный досмотр граждан, поэтому нам есть что сказать. Сегодня из Сочи в Минск есть прямые авиарейсы. Из Беларуси на побережье ходят и поезда. Поэтому транспортные полицейские двух стран заинтересованы в сотрудничестве и с большим интересом делятся опытом. Регион сложный здесь. Это, как сейчас говорят, площадка для многих международных событий и мероприятий. Поэтому мы рады, что уровень безопасности является здесь образцовым как и для всей федерации, так и для других государств. Завтра делегации соседней республики планируют познакомиться с организацией работы в Морпорту и в воздушной гавани курорта. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.